Ну что, давайте продолжать наблюдать продолжение черной серии привета, вот так вот. Я не знаю, кто проклял привета, сразу скажу, что это не я, я к этому никакого отношения не имею, я занимаюсь только абузерством, карму людям стараюсь не портить, вот так вот. Чего, гусь? Я наоборот, я уже потихоньку к привету испытываю некоторое сочувствие, потому что, когда я вижу, что с ним происходит, ну как бы это. Он, конечно, человек, мягко говоря, не самый приятный, но не уверен, что он заслуживает таких дайсов. Ну я понял, Лайт Монго. В смысле, я с тобой здоровался, ну привет еще раз, мистер Нао. Только ты и так должен знать, что я тебя шеймлю и абузую и все остальное. Ты этого не знал, но благо белый рыцарь интернета тебе это объяснил. Честно говоря, я думаю, что я хочу его посмотреть, Ситар. Да, Дио его стримил, да, я его в полглаза смотрел у Дио, но я бы хотел бы его показать просто как пример, наверное. Это очень редкий случай, когда я готов посмотреть чужой матч, поэтому мы его глянем. Потому что даже, понимаете, не так часто, как я уже говорил, можно увидеть, как Дио сгорает. Очень приятное начало для цыган. Молодец Николай Кондинский. Выбил очень важного игрока, который должен был делать разницу. Хорошо. Вот вроде смотришь, хорошие цыгане. А че-то когда тело доходит до игры, все как-то тоскливо. Ну, вот этот, конечно, столбик, это примерно ничего. Я вообще думаю, что Рэш просто забьет быстрый гол. Сейчас будет прыжок на перехват. Угу. Только да, надо было вставать на клеточку сюда. Ну, говорю, остановить вот этого парня практически невозможно. Я до сих пор очень недоволен, но оно работает. Да нет, выяснилось, что ругаю, Андрей. Выяснилось, что ругаю. Я говорю, меня там уже объявили Гитлером на форуме Рубла. Я к этому отношусь спокойно. Я уж как-то смирился. Мне больше понравилось другое, что выяснилось, что я этот. Сейчас. Как же это звучало-то? Нарцисс истерик. Вот это хорошо. Вот нарцисс истерик, это прям вообще пушка. Ничего смешнее в жизни не читал. Ну, слушай. То, что Дио сгорел с неоном, я понимаю. Хотя, мне кажется, там Дио был, конечно, излишне горяч из-за ставок. А то, что он с анколом... Ну, вы поймите, почему он сгорел с анколом. Кто такое написал? Так Маркус написал. Мне теперь вообще гуджета. Я же не могу теперь стримить игры Маркуса. Мировое блатбольное сообщество теряет все практически. Маркус это орк? Ну, типа того. Как... Ну, типа. Знаете, как у Гордона. Да, вот что бывает с неподбором. Эльфы страшны, конечно. Вообще... Вообще, конечно, вот глядь на вот это вот все, вообще непонятно, что делать. Очень странный удар. Не очень я понял этот удар, но... Ладно. Но... Этого Блицера надо убивать. Поставили эмбарго, ну, типа того. Понимаешь, так уж сложилось, гусь, что я сраный тупой нуб... Ой, какая приятная шестерка. Сраный тупой нуб, который не понимает гениальные задумки Маркуса. И я, как истинный интеллигент, сказал, что, ну, если тебя так глубоко за сердечко трогает моя критика, то я могу перестать стримить твои матчи. И он с удовольствием ухватился за эту идею. Что-то какое-то прикрытие мяча мне не нравится. Мне кажется, что... Наверное, больше смысла-то было пытаться дефаться расстоянием, наверное. То есть, вот такой деф меча и... Ну, как-то... Я ничего не понял. Окей. Обузь его шеями и принижай. А зачем? Он обиделся за то, что я очень громко смеюсь, хлопаю себя поляшком и... Считаю плохой игрой... Типа, там... Четыре активации, четыре плюс тролля подряд. Или три даджа от подката невынужденных. Или то, что человек не может собрать два куба для выталкивания. Ну, вот это вот все. Короче, я не очень. Я это понял. Да зачем Арчер? Он же там и так уже расстроился, обиделся, разнился. Ой, да бла! Ну, господи Иисусе. Че-то какой-то цирк на поле. Я немножко не понял лейтмотивы этого блица, ну ладно. Ну, один ходик фолблицера может потерпеть. Но с учетом того, что он снеглой, да, я, может, и подумал бы о том, чтобы побить его. Пофалить его. Мне, кстати, кажется, что, может быть, стоило бить-то все-таки сайдстеппера. Потому что он опасен. Последний эрер отдается. Опасно. Перехват 6+. О, блин. Классная игра. Только, видимо, надо забивать. Видимо, делать проталкивание сейчас. Хотя, не, проталкивание сложно делать. Привет, дрын. Ну, тут обязан забивать. Даже не странно то, что... Ну, у них у обоих нету реролов. То есть, да. Сейчас начинается самая интересная часть драйва. Когда ребята будут играть без эрера. Самая, я бы сказал, интригующая часть матча. Не знаю, конечно, вот эта вот связка... Супер бегун и супер кетчер какая-то ультра отвратительная. Как-то очень далеко встал. Ну что, видимо, теперь надо бить в 1 десблоком в 2+. Удачно. Вичка должна закрывать дырку вот здесь. Привет, Дарик. А там все, не было выбора у цыган. Тут же не вопрос, как бы, что там надо было делать и так. Просто выбора не было. Надо бахать. Вот они и бахнули. Приятный минус повички. Вообще, у Рэша редкий случай, когда дарки заточены под это. Надо встать перед эльфом. Да, это правильно. Редкий случай, когда дарки заточены на игру в мяч. Мне, честно сказать, не очень нравится концепция дарков через мяч. Я считаю ее немножко странноватой. Мне, кстати, очень интересно, как в этом матче ребята будут пытаться реализовывать мага. Потому что, глядя на поле, я вообще не жужжу, как можно реализовывать мага. Ну, я имею ввиду так, чтобы это работало. То есть, как, как можно дать мага, чтобы вытащить при этом мяч и вот это вот все. Сработал, кстати, встроенный кетч. Какой душный эльф. Просто ультра душный эльф. Не, ну, молодец, Рэш все правильно отыграл. Типа, выбрал максимально простую игру. Единственное, он забежал вот сюда, как будто бы он думал, что там перехвата нет. Это немножко забавно. Это ПД выпал. Отвратительное ПД. Правда, Рэш как-то немножко странновато поднял. Не, вот да, вот теперь нормально. Теперь нормально. Как забивать против такого ПД, конечно, не очень понятно. Так, имеется ввиду, что был бы у цыгана хотя бы один РР, а они бы просто там пропрыгали. Да, он очень легко завозит. Там... Это же не остановить Тирс. То есть, он просто перекрывает агельщика, а в агельщика кубов нету. Много ассистов ты на него такл зон всему не приведешь. Это просто морозот, который всегда ловит на 2+, и всегда убегает на 2+. Интересно, что будет взято последним навыком. Я смутно догадываюсь, что прыжок, но не уверен. Не знаю, что ему еще может быть, кроме прыжка, нужно. Мне, конечно, очень хочется пошутить на тему того, что ему надо брать блокпасс. Но когда я начинаю задумываться об этом, мне думается, что блокпасс-то и не такая плохая идея. Блин, ну если ему еще муф выпадет... О, еще единичка. Мне кажется, что муф для него будет жирноватым. Крепкие руки ему не особо нужны, потому что... Есть вот этот вот бегунок. Он обычно работает с мечом. Фент ему тоже не нужен, потому что... Спринт, да, спринт хорошо смотрится. Это правда. Но плюс муф будет совсем неправильно. Нельзя такому эльфу давать плюс муф. Да он не просто лупит кота, он лупит кота-ногогрыза. Я видел вчера это. Ну, в общем, от гола отбились, ребята. Ууу, подкат. Кстати, а подкат прикольный. Ведь получается, что этот подкат дает лишний удар за счет подскока. Это довольно крутой муф, кстати. Да, да, да. То есть, смотрите, как круто. Это был... Теоретически это был лишний удар с МБПО, только не прокатило. Но сама идея прикольная. Кстати, красивая игра. Он хотел сделать проталкивание. Он хотел протолкнуть вот этого паренька на гол на одну клетку. Через прыжок. Это тоже... Молодец, привет. Прям... Две топовых игры за один ход и обе не получились. Обожаю ББ за это. А, второй... Второй перфект диффенс эльфов. Понятно, понятно. Да, прикольно, прикольно. У игры как будто бы тонкий план вернуть цыган обратно в Саламандры. Ну, судя по тому, что происходит. Потому что, глядя на происходящее, ощущение заговора усиливается и усиливается. Какая классная идея. Сейчас будет дабла. Я постараюсь не очень громко смеяться. Ха. Я не смотрел эту игру. Я не смотрел эту игру. Я просто угадал. И, конечно, сейчас шестиагильный эльф подойдет. Сберет мяч. Посмеется в лицо цыгана. Ну, это даже уже не смешно. Серьезно. Ну, типа, как бы... Ну, это несправедливое. Опять же, при всей моей нелюбви к привету, к желанию его потроллить, ну, это же дичь. Ну, это же реально дичь, ребят. В смысле, это настолько нелепо, нечестный матч, что... Хе. А обычно так и есть метанол. Это тебе еще попался хороший этот. Тебе еще попалось... Ой, господи Иисусе. Хорошие сквиги. У тебя еще довольно мягкие сквиги. Бывают хуже. Бывают сквиги, когда там просто вот... Завры, гномы, орки. И ты такой... А-а-а. Так что тебе... Радуйся, метанол. Тебе попалась довольно мягкая генерация. Довольно мягкая. Не так много орков. Хватает всяких там... Таких все команд. Получай удовольствие. Я не знаю, Миша Капустяна. Ничего сказать не могу. Да, Арчер, ты прав. Игра прям как тот конец Таллоне из порнографического аниме. Который говорит, типа... Your resistance makes my penis harder. Вот так вот. Поэтому чем больше ты сопротивляешься, тем жуще тебя дерет это. Какой стадион взять на обычных гномах? Ну, я думаю, какой-нибудь стандартный. Нет смысла придумывать какие-то велосипеды. Ну, типа... Боишься камней, вырубаешь камни. Боишься там, я не знаю, чего. Там... Захват поля там и так далее. Ну, что тебе больше нравится? Выбери, какой ивент отменить из тех, которые тебя раздражают. Я бы так это описал. Нет. Блиц... Блиц не отменяется. И ПД не отменяется. И это раздражает. Я бы с удовольствием поставил бы стадион, который назывался бы как-нибудь, типа... Turn off all fucking random shit. Но такого стадиона никогда не будет. Гномы погоды боятся. Типа того. Ну, как бы любые башеры боятся погоды. Просто реально критично это только на хмырях. По понятным причинам. Даже если бы стадион стоил 500к, ну, я бы на обуз дворфах бы накопил, конечно. Почему не... На обуз дворфах это было бы только в плюс. Я вообще не задумываюсь. Ну, что? Пас, закат. Ну, вкладка, закат. Да? Не, пас, закат. Новичка сбежит на гол. Линейка сбежит на... А, нет, еще не на гол. Окей. Господи, какая гадость. Ну, маг... Очень тяжело реализуемый. Хотя скатер удачный, кстати. Вот здесь Рэш, по-моему, привез. Мне очень не понравилось, как тут сыграл Рэш. Ему надо было кидать ГФИ на гол, а он вместо этого как-то, ну, странновато встал. Сейчас, сейчас можно игру отдать. Сомневаюсь в о них. Ну, вообще, Снотлинги довольно интересно выглядят, как концепт команды. Снотлинги прикольные. И, естественно, 3 плюс не прокатил. О! 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 Это хорошо. Это добавляет игре легкой, ненавязчивой интриги. Ну, блин, он все-таки давал болт не в игилу, он... Ну, скажем так, давать болт в игилу была такая себе штука. Ну, что, 2-2 плюса? Раз. Два. Пас гол. А, вкладка, чтобы не было перехвата. Ну, это правильно. Молодец, да. Да-да-да. Как будто знал, что будет единичка. Эх. Ну, главная проблема, что у Привета очень быстро соскочили все РРы. Тяжело играть без них. Ну, вот, ну, команда Снотлингов, это будет примерно как это. Э-э-э, как команда Габлы в какой-то степени. Я видел их Миньки, кажется, довольно смешные. Или не Миньки, а, я видел на этом. На Фамбле. На Фамбле там есть описание. Снотлинги смешные. То есть, у них два Тролля. У них два своих маленьких катка. Вот. Нет, не видел Ванюх. У них там очень прикольные старплееры. В общем, забавная команда. То есть, они смогут сразу выходить с четырьмя игроками с пятой силой. Только проблема в том, что памп-вагоны это секрет-вэпены. Вот. Ну, в общем, забавный тип. Так и хочется пошутить, что когда Айсрейм запустит очередной турнир на рандомные расы, я знаю, что мне выдадут. Турнир, по-моему, летом обычно проводится, если мне не изменяет память. Конечно, скатер в руки. Сейчас еще, видимо, четвертый запихают. Меня немножко удивило направление сайдстепа. У-у-у-у. Мячик очень плохо упал. Мячик упал просто катастрофически тоскливо. В общем, я ожидал, что матч будет поинтереснее, но... В принципе, описание матча говорило правду. То есть, был один хороший момент на старте у Привета, когда он минуснул игрока и после этого понеслась. Вообще, проигрывать Даркам в мяч это довольно смешно и необычно. Я бы, кстати, Вичку, наверное, отправил бы на это. Я бы Вичку, может, завел бы на гол и на пофиг агилой на мяч прыгнул. Ну, ладно. Мы помним о подскоке? Так, раз подскок не прокатил. Странно, что с тремя эререрами... С тремя эререрами... Эээ... Рэш просто не подумал агилой и плюнуть и пойти в такл зоны. То есть, у него был подбор 3 плюс в трех такл зонах? Да, я правильно считаю? Типа... Доджин, сказать, что там был какой-то сильно сложный. То есть, он мог просто на пофиг прокинуть парочку 3 плюсов, парочку 2 плюсов и все. Ну, и забежать Вичкой справа на гол. И... Привет бы там ничего... Ну, не контрил это. А надо было только подкатера оттолкнуть одного. И все. То есть, если он оттолкнул бы одного подкатера, то игра была довольно простая. Ну, я не спорю, что... Ну, слушай, Аланорес, надо понимать, что у нас в лиге один такой игрок. То есть, как бы поломано это не выглядело, эту поломанность надо еще наролить. Так что... Ого! Что-то злые дарки. Может быть, гол престижа сейчас забьют цыгане. Я имею в виду второй гол престижа. Ну, вот еще у Непрухи была крыса шестиагильная. Непрухи это, правда, что-то не особо помогло. Ну, я имею в виду, что такой игрок, это там один из, там, двухста эльфов. То есть, это не такая частая поломка, чтобы обращать на нее какое-то внимание и говорить, типа, ой, как все плохо. Я не спорю, да, когда против тебя играет такой эльф, это неприятно. С другой стороны, не сказать, что Рэш даже с этим эльфом показывает феерические результаты. То есть, Рэш в вышке уже не был так давно. То есть, понимаете, там был момент, когда Рэш вообще упал до сала. Условно. Вот сейчас он второй сезон сидит в среднем. Я не уверен, что он... Ну, скажем так. Не факт, что он выйдет из среднего. Посмотрим. Это сейчас будет попытка Вантерна? Ух ты. Ух ты, ребята. Это что такое? Это Вантерн? А там разве надо было реролить первый удар? Так, мне казалось, что он и без Рэра вроде, наверное, мог бы, нет? Ну, ладно. Самое смешное, что пока единственный игрок, которому проиграл Рэш, это Торденсен. Я когда каждый раз смотрю игры Торденсен, они вызывают у меня, конечно, непередаваемые эмоции. Обидно немножко за цыган. Сложно у них сезон. Честно говоря, я как-то от привета не ожидал. То есть, у него там одно очко за три игры, и то полуотскочное против Кенайта. Ну, мэх.